Молодежный проспект 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 И действительно мне очень много они дали знаний Я училась в разных школах, у разных инструкторов Поэтому я считаю, что это важно Чтобы у тебя, как у мастера, не было одного стиля, одного направления Чтобы было видение разных профессиональных подходов к своей работе Виктория, на протяжении 9 лет ты ежедневно создаешь различные дизайны Скажи, откуда черпаешь вдохновение? Вдохновение я черпаю очень много от своих преподавателей Ну интернет, да Но как бы творческий человек, это приходит само по себе Я даже не знаю, как это ответить Но я думаю, что это все очень много зависит от пройденного мной этапа Конкурсов, обучений, тренингов, семинаров и все, что с этим связано Каким материалам ты отдаешь предпочтение в своей работе? Есть ли разница в брендах? Я отдаю предпочтение материалам качественным Да, я нашла, много лет я уже с одним материалом работаю Но не всегда цена соответствует качеству Потому что многие сделали просто бренд, имя себе И потом начали ухудшать свое качество Поэтому не обязательно дорогие материалы, чтобы было высокое качество Виктория, в конце октября ты приняла участие в чемпионате России Проходил он в Москве, в Кремлевском дворце Расскажи, как ты туда попала и что для этого нужно? Были ли какие-то отборочные этапы, конкурсы? Чтобы попасть на чемпионат России, необходимо пройти сначала отборочный тур На чемпионате Южное созвездие, город Краснодар Там проводится полуфинал России После которого, если занимаешь призовые места Ты имеешь право участвовать на чемпионате России в Москве В каком формате все проходило? Там были не только ногтевики, были профессионалы-парикмахеры Парикмахерского искусства, декоративные косметики Проводились среди них конкурсы Были различные мастер-классы, проводились Было все расположено по своим зонам Ты стала победителем в самой сложной из 16 номинаций Фантазийный образ букет невесты Расскажи, каким было задание и в чем заключалась сложность? Сложность номинации заключалась в том, чтобы подготовить полный образ для моей модели Я должна была создать ей прическу, макияж, платье И чтобы оно все было гармонировало с темой задания Ногти я подготавливала дома, заготовки делала дома А в Москве на чемпионате я просто их зафиксировала И она уже в позе, которая там нужна для судейства Она уже в ней... Ну как, представили мы ее Сколько тебе потребовалось времени, чтобы подготовить работу к чемпионату? Ну где-то недели три Но это бессонные ночи Вот, потому что днем с утра до вечера работаешь А ночами уже сидишь, лепишь Многих мастеров, как начинающих, так уже и с опытом Интересует перспектива развития в этом направлении Скажи, как считаешь, каких высот можно достичь в этой индустрии? Во-первых, нужно сделать себе имя Чтобы о тебе знали, чтобы о тебя уважали Добиться уважения в этой сфере в первую очередь Обязательно пройти много курсов Вот, чтобы потом, например, самой можно было преподавать Чтобы не только сидеть, пилить ногти с утра до ночи И, ну, чтобы было какое-то развитие Открыть свой салон Набирать себе работников То есть тут масса возможностей Главное начать с основного С основной ступени в этой индустрии Это обучение Это самое важное, что здесь может быть Какие у тебя планы на ближайшее время? Может быть, планируешь организовать что-то интересное в нашем городе? Я планирую организовать первый чемпионат в Лобинском районе По моделированию и дизайну ногтей Будут приглашены судьи из разных городов Которые сами мастера И которые своим профессиональным взглядом Будут адекватно оценивать работу девочек Чтобы никому не было потом ни у кого никаких вопросов А также меня будут поддерживать спонсоры Нашего города, депутаты Благодаря их поддержке я планирую провести свое мероприятие Виктория, скажи, как можно стать участником твоего чемпионата? Для того, чтобы стать участником моего чемпионата Я должна оценить мастерство каждого из участников Пройти тренинги, если это необходимо Если мастер нуждается в тренингах И тогда уже можно подавать заявку на мой чемпионат Виктория, спасибо, что нашла время для этой встречи Ответила на мои вопросы С тобой было очень приятно пообщаться Всего доброго, до свидания Всего доброго, до свидания Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться